В каких трудностях я вам такую написала? Дядя Миша, его брат тоже служил, тоже воевал. Это вы выписали из его писем, да? Ну да. Я готовилась. Сейчас найду. Ой, господи, вот тут, наверное, найду. Так, это первая была. Потом я... Я ж несколько раз. Это восстановить вот эту всю картину я хотела. Потому что я первый том посылала. Это вообще... Это надо знать. Эту историю, эти условия, понимаете? Эти фронты и там... И я так быстренько составила. А потом в каждый том я уточняла и дополняла. Вот так получилось. Потому что это... Архив же погиб в военкомате. Военного дела нет. И поэтому я восстанавливала вот это его боевой путь по письмам. По его воспоминаниям, получается. Потому как дядя Миша о чем-то писала, папе они переписывались. И восстановила вот хронологически с начала войны и вот до его гибели его всякие перемещения. В военный путь, да. Понятно. Может они где-то там в архивах на этих вот сайтах. Это никому не нужно. На кусками по сайтам, да. Каждый сайт отдельно. Так и будет. А чтобы вот так вот, как вы, хронологически, такого не было. Если у вас военного дела нет, то его не будет. Да. Да. История части тоже последний. Это последний год. Ну, я вот это вот все сделала. Ага. И поэтому... А выписала я, значит, самые трудные моменты, о которых надо, чтобы люди знали, что это была за работа. Это работа была. Они же получали за это деньги, и солдаты получали, и у них аттестат был. Они деньги им практически в лесу. Их часть все время была дислоцирована в лесу. Зачем им деньги? Дядя Миша то же самое. Он маме аттестат даже прислал свой. Потому что деньги не нужны. Своей маме? Моей маме. Папиной жене. А почему? Моей маме. Потому что деньги не нужны им были на фронте. А-а. А вам нужны? А тут, знаете, как бедствовали? Это почитать мамины письма. Тогда вы поймете. Ну, давайте по очереди. Поэтому вот я сейчас вам хочу почитать. Это я вам уже сказала на Северо-Западном фронте, что несколько месяцев это. Теперь в апреле, что спал в снегах в объятиях со смертью, да? Теперь, значит, в апреле у них был отдых. Почти праздник. Сон в помещении, без шинели и верхнего обмундирования. Первый раз после многих месяцев. Ну да. А о Курской битве он писал. Все поля рябеют от уничтоженной техники. Нет участка без побитых фрицев. Это вот слова участника. Ну да. Уже на родине, на Украине же, когда их туда направили. Это вот в августе он еще был на Центральном фронте, а в сентябре уже на Украине. Он пишет, уже на Украине. Пишет, начало конца войны. Он это так оценивает. И этот конец, конечно, очень затянулся. Еще целых полтора года, почти половина. Ну да. Вот. И писал, ну это письмо надо найти. Я воин и горжусь этим. На подступах к Киеву, у Седого Днепра, в лесу опять, на правом берегу получил приказ о присвоении звания гвардии старший лейтенант. И на Снежной Перине в домах на Сене спил. Ну да. Теперь тут еще где-то, после этого, что-то я пропустила. Киеву. 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 Киеву.